В марте 2024 года Россия наложила вето на мандат комиссии ООН по контролю за соблюдение международных санкций в отношении КНДР. После чего начала прямые поставки нефти в Северную Корею, пишет Financial Times. Спутниковые снимки, предоставленные британским аналитическим центром, доказывают, что в апреле по меньшей мере пять северокорейских танкеров заходили под погрузку в Восточный порт на Дальнем Востоке. В поставке нефти КНДР прямое нарушение санкционного режима подчеркнул бывший сопредседатель группы ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи Хью Гриффитс. То, что мы можем видеть сейчас, это очевидная бартерная сделка – оружие за нефть, которое открыто нарушает санкции, утвержденные лично Владимиром Путином. Хью Гриффитс – сопредседатель группы ООН по мониторингу санкций в отношении КНДР в 2013-2023 годах. В комментарии Financial Times. В 2017 году Совет Безопасности ООН установил строгие ограничения на перевозки нефти в КНДР. Это стало ответом на ядерные испытания Пхеньяна. Тогда Россия, как член Совета Безопасности ООН, эти санкции поддержала. Теперь и Москва, и Пекин помогают Пхеньяню обходить санкции. Обе страны продолжают использовать свои позиции в Совете Безопасности, чтобы защитить КНДР от ответственности, а в последнее время, чтобы не дать всем государствам, членам ООН узнать о незаконной программе вооружения КНДР и попытках уклонения от санкций. Пхеньян стремится использовать связи с Москвой в попытке реанимировать свою экономику. В частности, российская продовольственная помощь Северной Кореи помогла стабилизировать цены на товары первой необходимости в 2023 году. Впрочем, объективной информации о состоянии северокорейской экономики нет. Но по данным министра обороны Южной Кореи, ситуация в КНДР значительно улучшилась в последние месяцы, благодаря поставкам из Российской Федерации. Ким Чен Ын налаживает связи с Москвой для восстановления экономики собственной страны. Некоторые заводы Северной Кореи начали работать с повышенной мощностью. Из публикации Financial Times. Сотрудничество в военной сфере России, КНДР и Ирана имеет серьезные последствия для глобальной безопасности, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Северная Корея поставляет боеприпасы в Россию, а взамен Москва отдает в заок свое будущее Пекину и поставляет технологии в Северную Корею и Иран, чтобы помочь им развивать ракетные и ядерные программы. Так что это наглядная демонстрация того, что происходящее в Азии имеет значение для Европы, а происходящее в Европе для Азии. По информации Госдепартамента США, КНДР отправила в Российскую Федерацию около 11 тысяч контейнеров со снарядами, а также 40 баллистических ракет. В 14-м пакете санкций Европейская комиссия намерена предложить ввести ограничения против судов, доставляющих в Россию северокорейское вооружение. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.